Среди наград, выпущенных в Советском Союзе в послевоенное время, особое место занимали юбилейные медали, приуроченные к значимым историческим датам в отечественной истории. Каждому юбилею Дня Победы государством чеканились памятные наградные знаки и медали. Эту традицию продолжили и в Российской Федерации. Указом президента была учреждена юбилейная медаль в честь 70-летия Великой Победы. Накануне в администрации Тамбовской области ее вручили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узникам фашистских лагерей. Торжественная церемония открытия началась с гимна Российской Федерации. С приветственным словом выступил глава администрации Тамбовской области Олег Бетин. Это событие не только для тех, кто получит юбилейные медали, для всех жителей нашей области. 22 тысячи кавалеров будут петь этой наградой. Это символ, символ продолжения дела поколений победителей. И сегодня, как никогда, значение победы не только должно быть свято, но она очень актуальна. У каждого из ветеранов, которые были награждены, своя история. Рассказывается Александр Бухтияров, впервые вступил в бой с фашистами в 1943 году под Воронежем и воевал до победного. Все было. Было. И окружение, и рукопашные схватки были, и контузии. Но все мы преодолели. Никто так не ждет 9 мая, как фронтовики. Не потому, что там тепло, весна, а именно наш праздник, где мы молодеем, где мы радуемся, что мы дожили до 70 лет. На церемонии награждения были ветераны не только из города Рассказово, но и района. Один из них – Константин Толмачев. В его семье на фронте воевали четверо. Отец и три сына. Вернулись с войны двое. В 1942 году призвали нас в армию. Вот и меня. И в городе Горьком подготовили нас и отправили на Курскую дугу. На Курской дуге я воевал и получил там ранения тяжелые. 70-летие Победы в настоящее время имеет почти великое значение, ледневозное значение для всех жителей нашей России, для всех жителей Тамбовской области. Конечно, не исключение для нашего Рассказовского района. Мы должны для ветеранов создать все условия, чтобы они почувствовали, что есть у них защита. И администрация Рассказовского района все для этого сделает, чтобы нашим ветеранам Рассказовского района жилось лучше, жилось легче. Награды вручались ветеранам со всей области. Были здесь и представители Кирсанова. Блокадница Нина Суликалова во время войны была еще ребенком, но многое помнит из того тяжелого времени. А Иван Коновалов вступил в ряды Красной Армии в декабре 1941 года. Попал в связь и прослужил так всю войну. В день победы я в Шауляе встретил, в 4 часа утра вышла стрельба, трассирующая, и говорит, война кончилась. Я желаю всем только здоровья дожить в мире, и чтобы наступил мир, чтобы не гибли люди, маленькие детки. Юбилей Великой Победы все ближе. Каждому из нас важно помнить, какой ценой она досталась, о чем сказал в своем выступлении Олег Бетин. Слава русских воинов и солдат, которые самоотверженно сражались за Родину и вековечно в истории. И историю эту у нас не отнять. Юрий Ценин, Алексей Горелкин. Новости. ТВ Рассказово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова